В городском парке вовсю идет вырубка деревьев, посаженных еще в 1820-х годах. Звуки бензопилы привлекли не только случайных зевак, но и неравнодушных заступников флоры. Еще два года назад в газете опубликовали данные о том, что 44 дерева намечено на спил. Мы тогда же пошли к директору парка Гунаеву. Он нас провел по парку, мы ему показали те, по поводу которых мы боимся, что их выпилят, без спокойствия своего выразили. Он сказал, буквально его слова, скажите, что я похож на сумасшедшего, чтобы пилить эти деревья. Нынешний директор парка на своей должности только три дня. Приказ о выпиловке оставлен ее предшественником, но с ним связь потеряна. 64 дерева подлежат выпиловке, и на каждое есть соответствующий акт. 45 из них уже превратились в дрова. Остальные ждут своей участи. На сессии городского совета этот вопрос тоже поднимался. Я додумался до этого, что ни одному парку города Орла внимания не уделить. Вы понимаете, сейчас гости приедут, будут гулять, ходить, а у нас в парке две ракетки, и один дом растет. Вот и все. Эти деревья – ровесники городского парка. Общественники утверждают, во время Второй мировой вековые липы пострадали меньше, чем за последние 30 лет. Стволы гниют изнутри, хотя при должном уходе их можно было сохранить еще на 20 лет. Ряд старых деревьев в последнее время болели, какие-то не распустились, какие-то деревья дали листву, она потом жухла. Это связано с тем, что за деревьями совершенно отсутствовал уход. Деревья в парках надо поливать. Нельзя выгребать траву осенью под деревьями. Деревья нужно опиливать. В мэрии существует другая точка зрения. Если наполовину сгнившее дерево в силу обстоятельств упадет на человека, резонанс тоже будет невиданный. В ближайших выпусках главных новостей мы продолжим эту тему.